Ну здравствуйте, мои дорогие, Александр Янковский, с вами в эфире Черноморская телерадиокомпания, программа «Что происходит?» И вот что происходит? Искать ответы на этот незамысловатый вопрос. Будем с Николаем Давидяковым. Здравствуйте. Делать мы будем это. Меня вот интересует, что происходит в первую очередь, конечно же, на этом большом саммите G20. Напомню нашим телезрителям. Вот видите, люди нас приветствуют. Они в турецком городе Анталия, которая известна украинцам, ну наверное, теперь как такая вот летняя Анкара у них. Да, если у нас это столица летняя все-таки Ялта, да, то, по крайней мере, до марта 2014 года, то вот в Турции такая летняя столица – это Анталия. Значит, в этом городе Анталия собрались руководители 20 самых мощных таких стран мира. Они говорили о много самых разных вещах. Я так подозреваю, что планировалось, что эта встреча будет посвящена абсолютно не тому, что о чем на самом деле говорили в эти дни руководители этих самых мощных стран мира. А вы как считаете? Я думаю, что на самом деле примерно в этой плоскости и лежала проблема. Они должны были все равно обсуждать Сирию, они должны были обсуждать Украину и мировые вызовы. То есть единственное, что, скажем, были свежие факты вот этих террористических актов, это еще, скажем так, усилило вот этих рвений решить эти проблемы. То есть вы думаете, что они все равно должны были обсуждать, то есть, ну, понимаете, как-то так получается, что вот эти вот взрывы и расстрелы людей в Париже, они практически вот за день до G2, до встречи G20 происходит, или за два дня. Ну, то есть как будто вообще вот оно вот прямо подготовлено. Ну, террористы и готовят такие вещи перед большими событиями. Мы знаем, что и в Анталии тоже был взрыв, то есть тоже они пытались заявить о своих намерениях. На самом деле вот эти теракты, это, ну, способ коммуникации террористов. Они пытаются отправить какой-то месседж, там, навязать какое-то мнение, там, там, навязать какую-то политическую конструкцию, да. То есть, соответственно, это как бы, они готовили к большому событию. И почему выбрали именно Париж? То есть они могли бы, ну, например, если бы это было бы просто цель убить 200 человек, на самом деле они в день убивают гораздо больше. То есть некоторые статистики говорят, что там за время сирийской кампании, если брать большую, да, кампанию, то не последнее место, то исламское государство убило больше 10 тысяч людей. То есть и поэтому никто же там не было вот такой глобальной паники, никто там не скорбил, никто аватарки в Фейсбуке не менял, хотя это 10 тысяч. Но в то же время, когда они это делают ярко на показуху, то есть понятно, что мир это услышал, мир это увидел, то есть мир этому сочувствует, сопереживает. Поэтому они и делали, скажем, в таком городе, как Париж, в котором сосредоточены много людей разных национальностей, в котором много международных СМИ, в котором был такой международный матч, на котором присутствовал президент. Плюс на пороге вот такого мощного, скажем, международного события, как G20, например. Смотрите, вот тут еще очень интересно вот что. Перед вот этим событием G20, и об этом говорят сами российские политологи, причем такие, знаете, придворные даже политологи, а там очень мало других, которые могут позволить себе высказывать другую точку зрения. Но даже они говорят, они констатируют, что перед вот этой встречей роль Путина, который здесь вот на этой фотографии, он там с краю, она была такая, знаете, то есть он фактически превращался перед Анталией и 15 ноября, он фактически превращался в такого, ну если не абсолютно нерукопожатного, да, лидера, то такого, по крайней мере, условно нерукопожатного. И он где-то там пытался в кулуарах, знаете, в Нью-Йорке там повстречаться с Обамой, например, или так дальше, отправляет своего премьер-министра, а с ним не встречаются, вообще говоря, что такая встреча не запланирована. И тут, после взрывов, после террористических актов в Париже, Путин снова возвращается в большую политику. Да, ну вот, по крайней мере, вот господин Путин уже общается с Обамой. Ну, вы смотрите, что на фоне вот этих фотографий, сзади чашки стоят, это возле бара сидят, то есть, ну, это не есть... Ну, слушайте, Обама тоже возле бара сидит. Нет, Обамы стиль демократичный, если видели, там есть фотографии, где он просто с бумажной чашкой ходит, пьет кофе, ну, это американец, да, то есть он живет в демократии. Это же царь, он же привык все встречи в закрытом режиме, потом выходить, давать два слова, а потом Песков с этими придворными политологами комментирует. Формат встреч Путина изменился, то есть это не двухчасовые разговоры один на один, где он навязывает свою эту... Ну, послушал его Обама, ему точку зрения, то есть... Но, что самое важное, я не верю и не думаю в то, что Путин сможет навязать свою значимость. Да, они пытаются информационно это обыграть, что Путин предлагает свою руку, да, но понимаем, что Путин пытается сегодня ослабить Европу для того, чтобы ее склонить к дружбе с Россией, для того, чтобы сняли санкции, чтобы начали снова задорого попокупать газ, нефть. Но, самое важное, у западных лидеров и лидеров вообще мира, вот этого G20, у них нет стокгольмского синдрома, потому что, если они сегодня поведутся на поводку у Путина, то следующим 21-м представителем будет лидер исламского государства на этом саммите. Почему вы так думаете? Ну, это понятная манипуляция и провокация Путина. То есть, все знают, что Путин во многих аспектах сотрудничает и помогает исламскому государству. Он часто их использует в своих целях. И вот это, скажем, эта ситуация. Еще несколько недель назад был взрыв самолета российского. Сегодня уже мало у кого вызывает сомнения, что это сделал сам Путин, да, для того, чтобы переломать ситуацию. И, смотрите, две ситуации, которые в корне меняют отношение к России, по крайней мере, самих русских и Путина, да, как ему кажется, на международной арене. Это первое. Взрыв самолета. Он перебивает информационные волны Боинга. Он говорит, видите, у меня же тоже сбили самолет. Я тоже жертва. Я тоже имею право на заседание ООН и расследовать это все. Первое. Плюс он уже переходит в ранг жертвы, а не агрессора. То есть, у меня же людей убили. И ООН об этом, на самом деле, прагматично. Но тут, знаете, тут еще как бы до сих пор идет речь о том, что это террористические акты или там технические. То есть, нет выводов комиссии еще, да? Ну, на самом деле, по Боингу вообще год и шел разговор. То есть, тем не менее, мы видим, как они информационно это пытаются использовать. И второй момент, это когда он уже пытается быть миротворцем. То есть, он с агрессора переходит в жертву, а теперь он миротворец. Он предлагает руку помощи, скажем, мирному, западному миру. То есть, вот я готов вам помочь, французы. Но многие понимают, что это, допустим, с политической точки зрения Путина, деньги, вложенные условно в Мрил Лепен, они капитализируются. Потому что исламисты взорвали, соответственно, будет спрос на националистов, на правая партия. Соответственно, его деньги, ну, если говорить о акциях, да, они вырастают. То есть, естественно, ему это выгодно. Плюс он на этот саммите позиционирования уже выгодно. Но это лидеры мировые тоже понимают. Кстати, Даля Грибосквай, это еще, по-моему, год назад, ну, порядка, она сказала, что если мы будем склонять Украину к мирным переговорам с Путиным, у нас в Европе начнутся теракты. То есть, соответственно, проходит не так много времени, как вот эти слова, они стают явными. Хорошо. Поэтому... Смотрите, тут еще один важный момент, мне кажется, это должны знать наши телезрители в том числе. Что, понимаете, получается так, что Путин сейчас предлагает, да, что вот он говорит, что, ребят, как бы я готов, да, там участвовать в... Потому что ИГИЛ, вот видите, вот он сделал такое вот страшное преступление в самом, в центре одной из самых мощнейших европейских стран, и вы ничего с этим сделать не можете. Но я готов, да, как бы мои войска уже там, мы можем сделать. Когда мне говорят о том, что не сяду там за стол с ним переговором, ну, во-первых, уже сидят и переговорят, а во-вторых, я всегда вспоминаю историю. И когда, допустим, господин Сталин вместе с господином Гитлером, они в начале два года делили Европу, да, там, а потом только, и только уже после того, как Гитлер напал на Россию, да, тогда уже пришлось Черчиллю и Рузвельту, как бы хотелось им там, не хотелось, жать руку товарищу Сталину, да, или как там они его говорили, дедушка Джо, по-моему, да. Ну, не важно, но тем не менее, то есть всегда приходится, всегда находит такой, не знаю, такую безвыходную ситуацию руководства России, да, в которой демократическим странам приходится жать руку. Ну, они пытаются загонять западный мир для того, чтобы они были нужны. Почему вы думаете, что это сейчас не произойдет, точно повторили такую же ситуацию? Потому что Путин сейчас и пытается действовать вот по старой сталинской методике, на самом деле у него все вот стратегемы, они заложены еще с советского времени, вот как он воспитывался, так они к нему и прикипали. И та же Сирия, это же не есть территория влияния Путина или России, это территория, которую еще как бы обрабатывали еще в советское время. Советским Союзом, да, ну правильно. То есть он, ну, как бы у него своих территорий влияния практически нет, ну, кроме там Северной Осетии, да, то есть и то, которая была частью Советского Союза. Соответственно, он не есть завоеватель или он там не находил этих территорий. Да, он пытается склонить к дружбе с Россией, это его цель, но эту цель уже все понимают. И сегодня не такая уж безвыходь, чтобы западный мир, там, и это G20 не могли без Путина побороть вместе условно-исламское государство или побороть терроризм. То есть на самом деле все, ну, очень хорошо сегодня сказал Лина Слинкевичу, министр заграндел, да? Да, иностранных дел Литвы. Вот, что он сказал, что Путин, он тоже игрок в этой ситуации, но у него совсем другие цели. То есть вот что важно. Они это понимают и вот они будут действовать соответственно, то есть, конечно, они не могут не жать ему руку или они не могут там с ним не фотографироваться или не сидеть за одним столом. Но они понимают, что за этим столом, ну, один человек пришел с пистолетом, то есть и цели у него сто процентов не защищать. То есть он пытается переманить, он пытается переломать вот эти интересы, там, дружбу, там, Атлантику, да, то есть Штатов и Европы. То есть он пытается вот нарушить этот союз, чтобы перетянуть на свою часть Европу и чтобы потом уже диктовать какие-то условия. Ну, люди все это понимают, то есть это все в прогрессе, конечно, и оно двигается. Ну, допустим, вот смотрю на фотографию, китайский президент, он же сколько раз пытался сработать через Китай, да, не получилось. То есть все понимают, то есть... Ну, иметь в виду, Путин пытался, да? Да, он уже и выгодные договора, китайцы берут выгодные договора, он уже там и по торговле там скидки делается, они это берут. То есть, ну, ему уступок никто не делает. То есть если он там будет помогать, говорят, хорошо, помогай, но все видели, как он помогал в Сирии. Вот эти все обстрелы, они же были исключительно по оппозиции. То есть он не обстреливал исламское государство, но обстреливал оппозицию Башара Асада. То есть, ну, вот здесь суть заключается. Я хочу попросить вас быть немножко вангой сегодня, да, к чему дальше все это приведет? Вот Франция, другие европейские страны. То есть это, может быть, поскольку сейчас там есть уже и Путин, там и китайцы, и все остальное, может быть, будет там уже теперь, теперь уже будет, не знаю, там, либо мирные переговоры в Сирии, либо, может быть, будет принято какое-то решение Совета безопасности Организации Объединенных Наций, будут введены туда войска уже в Сирию, да, и как-то это будет решаться военным путем. Или будет как-то совсем по-другому? Ну, возможен такой вариант, какой был в начале 2000-х, когда террористы атаковали Соединенные Штаты, когда коалиция агрессивно вошла на территорию государства, которое там инициировало вот эти террористические движения, и... Афганистан, да? И Афганистан, и Ирак, то есть... Ну, в начале Афганистана, 2001-го года, а потом 2003-й год, Ирак. Соответственно, угроза терроризма несет все равно за собой некую территорию, то есть где стоят базы, где идут эти группировки, где они зарабатывают деньги, потому что мы знаем, что в Сирии сегодня исламское государство зарабатывает по несколько миллионов долларов в день, продавая несанкционированную нефть. Соответственно, тут тоже нужно наносить удары, то есть, ну вот, на G20 договорились, что будут пытаться там силами ООН, то есть вносить это, но тем не менее, я не исключаю и участие вот такой международной коалиции, потому что даже, возможно, и коалиции НАТО... Да, смотрите, вот насколько в этой коалиции теперь будет участвовать Российская Федерация? Возможно, на правах какого-то партнера, но не, скажем так, члена семьи, в которой будут обсуждаться все секреты. Хорошо, второй момент, да, причем сегодня появилась информация, у меня нет возможности пока ее проверить, но есть вот такая информация о том, что теперь уже договорились, что даже спецслужбы будут обмениваться, в том числе Российской Федерации, в том числе и Британии будут обмениваться данными вот по этим людям, которые подозревают в совершении теракта. Я не знаю, насколько будет более широким, может быть, оно будет как-то дальше расти, но это уже первый шаг. Теперь еще вот такой момент. Смотрите, Российская Федерация, вы сказали о ее целях и реальных задачах. Я так понимаю, что каждый раз теперь Российская Федерация будет требовать, что дайте нам Украину, да, вот мы будем участвовать в этих всех террористах, а вот отдайте нам Украину, не знаю, там, Беларусь, что еще им там, кем-то к волосе, например. Ну, у них запросы же будут расти. И плюс, они же до конца и Сирию-то отдать не хотят. То есть Путин все равно пытается торговать Сирией, понимая, что других уже таких точек в Ближнем Востоке у него нету. То есть он уходит в периферийность. На самом деле, вот много экспертов уже даже сегодня говорило, что Путин хотел торговаться Сирией, но он еще больше себя загнал в вот эту сирийскую ловушку. То есть он закрылся в ней. И получается, что украинский конфликт он не решил, он усугубил его, он специально сейчас интенсивность обстрела увеличивает. Я думаю, что не будет этот вопрос рассматриваться вообще. Ну, мне тяжело понять. Я могу прочитать на страницу Маркова, да, есть такой там кремлевский, который говорит, что надо, чтобы там им, эти, руководители западных стран там взяли за руку Владимира Владимировича, пошли вместе там мочить террористов, а за это отдали Владимиру Владимировичу как бы Украину, ну и сменили там правительство на нормальное, так с точки зрения Марка. Но мне тяжело представить, вот как даже сам Владимир Владимирович подходит к Обаме и говорит, ну отдай мне Украину, да, там. Ну, говорит, конечно, говорит. И он предлагает схемы, и что он заберет. А вот туда как бы вот так вот рисует. Он говорит, вот здесь сверху еще мои деньги, которые вы там взяли, а вот здесь там деньги моих детей, а вот здесь там деньги моих благотворительных фондов, которых я там на контрабанде наркотиков заработал. Вот, то есть, все говорит. Вот почему он не любит закрытые встречи? То есть, вот там он навязывает свою вот эту прагматичную, вот часто кровавую политику, то есть, вот раздела, передела, то есть, вот почему же с ними встречаются сейчас вот только в лобби-барах, то есть, чтобы он вот не мог уже это все говорить открыто, да, тем более Обама был не сам. То есть, ситуация в чем? Путин пытается навязать свою важность, и он пытается вот как бы, ну, быть ключом решения этих проблем, хотя все понимают, что он источник этой проблемы, и никто не будет с ним договариваться. Они тянут время, достаточно профессионально. Они его приглашают, они его не изолируют, то есть, они с него, ну, не пытаются вырастить какого-то там сумасшедшего диктатора, да, который станет там вот там новым Гитлером, который там объявит новую мировую войну. Нет, они вот с ним ведут, играют, то есть, но в то время работают санкции, приближается время выборов, увы, но ухудшается там уровень населения России, недовольство Путином растет, потому что тоже с холодильником пустым общаться долго не будешь. Можно общаться с телевизором кремлевским. Скажите, пожалуйста, да, на ваш взгляд, вот смотрите, господин Силуанов, если не ошибаюсь, фамилия министра финансов Российской Федерации, выступает в Госдуме Российской Федерации и говорит достаточно такие неприятные вещи, которые не нравятся всем, но он говорит это в прямом эфире. Он говорит, что в 2016 году резервный фонд Российской Федерации будет полностью ущерпан, да, что денег нет, что нужно сокращать расходы, нужно повышать пенсионный возраст и так дальше. Он все это говорит и тут же сегодня господин Путин выступает и говорит, что а мы готовы, знаете, не требовать с Украины 3 миллиарда долларов. Вот этого я, честно говоря, не понимаю. То есть, с одной стороны, мы видим, что ситуация с деньгами в Российской Федерации уже не такая хорошая, как она была там 2 года назад. Да, с другой стороны, выступает Путин и говорит, окей, там 3 миллиарда, будете по миллиарду потом отдавать. Ну, не потом, там 3 года. Ну да, 3 года, ну да. Во-первых, имперские амбиции, да, вот это русское великоцарствие, то есть вот ему будут отдавать. Во-первых, давайте разберемся, что это за деньги. Это деньги, которые привезли в Киев, половину забрал Янукович, половину отдали там в подряды русским компаниям. Все, эти деньги закончились. Второе, то есть, а торг очень простой. Либо реструктуризируйте, как и все остальные, либо мы не платим. Ну и понятно, Путин же не может сказать, ну давайте что-то думать. Давайте не платите. Ну ладно, типа, не платите, да. Конечно, он же скажет, ну давайте я вам еще лучше предложу, платите по миллиарду в год. То есть, а мы можем сегодня продолжать этот торг и говорить, давай по 850 миллионов. Или давай мы вообще просто платим. То есть, а давай, может, эти деньги спишем за счет аннексии Крыма, за счет политических преследований в Крыму. Нет, 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 подождите, про аннексии Крыма не надо. Нет, то есть, соответственно, эти деньги, то есть, ну, то, что Украина себя ведет вот таким законопослушным партнером вот этих кредитных договоренностей, договоренностях, на самом деле, очень большое исключение в мире. Ну, извините меня, но кто платил там фашистской Германии там выданные кредиты в то время, когда она вела бомбардировки ее территории? Ну, то есть, ну мы же ведем, мы показываем себя с очень, скажем, такой послушной стороны. Мы как партнеры на международном уровне, мы выдерживаем очень много линий, которые теоретически, с точки зрения логики, не всегда должны были бы выдерживать. То есть, давайте происхождение этих денег, куда они ушли, на что они потрачены, но, тем не менее, мы там готовы эти деньги возвращать, то есть, ну, ведем себя очень даже адекватно. Ну, понятно, это там в пакете отношений с международным валютным фондом, но, тем не менее, мы, уважая международный валютный фонд, готовы там платить эти деньги, даже возвращать их Путину. То есть, конечно, не на его условиях. Нет, но, тем не менее, мы их возвращаем. Окей, хорошо, значит, Николай Давидюк, в нашей студии. Я сейчас предлагаю, мы сейчас говорили про саммит G20 в турецком городе Анталия и про те вопросы, которые там рассматривались. А я хочу, чтобы мы сейчас еще, у нас есть 10 минут, мы успеем, или 8, да, мы успеем еще поговорить про другую, не менее важную тему, на мой взгляд. Это, конечно, не такая глобальная. Это выборы в органы местной власти. Значит, почему мы сейчас опять говорим? Потому что, вроде бы, казалось бы, 25 октября эти выборы уже прошли, уже состоялись. В Украине практически во всех городах и весях избрали мэров, там, советы областные, районные, сельские, но не во всех, да. Потому что отличительной особенностью голосования на этих выборах было проведение выборов мэров в два тура. Если во время первого тура голосования за того или иного мэра, кто-либо из кандидатов не набирал свыше 50% голосов. Небольшие результаты этих выборов местные органы власти в сюжете наших корреспондентов. Другой тур мэсцевых выборов, поревняно с первым, пройшов с меньшим количеством порушений. Про это поведомляют спостерігачи громадянской мережи «Опора». Вони сдъяснили моніторинг голосования на выборах міських голів у 29 местах України. А у Дніпропетровска організовали паралельный подрахунок голосов выборцев. За данными «Опори», майже 54% голосов набрав Борис Філатов. А його суперник Олександр Вілколо отримав близько 47%. Що стосується порушень у Дніпропетровську, то їх було менше, ніж у першому турі. У Дніпропетровську загальна тенденція відповідає національній. Другий тур, порівняно з першим, відбувся з меншою кількістю порушень, які могли б вплинути на кінцевий результат. Фактів переписування протоколів з метою їхнього фальшування, фактів знищення виборчої документації в тих масштабах, які могли б вплинути на кінцевий результат виборів, нашими спостерігачами не зафіксовано. Також спостерігачі «Опори» розповіли про порушення в ході виборчого процесу, які зустрічалися найчастіше. Порушення таємниці голосування в ході виявлення в межах України зафіксовано на 9% виборчих дільниць трішки більше, видання бюлетеня без паспорта – менш ніж 1% виборчих дільниць, але хочу нагадати, що це міста. Тому що порівняно з першим туром показник був набагато вищий, так як ми фіксували такі речі і в малих населених пунктах, селах, селищах, де працювали наші спостерігачі. Що стосується явки виборців, то вона у порівнянні з першим туром знизилася на 12%. Проте зниження активності волевиявлення аж ніяк не позначиться на легітимності результатів виборів. За оцінкою опори, активність виборців на повторному голосуванні 15 листопада є відображенням інтенсивності передвиборчої кампанії в окремих територіальних громадах і жодним чином не може трактуватися, як зменшення суспільної легітимності інститутів виборів, про що нерідко заявляють політики. Другий тур виборів, за інформацію спостерігачів опори, не обійшовся без сюрпризів. До прикладу, в тому ж Кривому Розі розрив між кандидатами був понад 30%. Тим не менше, в другому турі кандидат номер один переміг з відривом всього лише 600 голосів. І поки що не зрозуміло, чи буде оголошено підсумковий протокол, тому що кандидат, який програв, він, по суті, може і оскаржувати протоколи з дільничних виборчих комісій або ті чи інші дії. А ось у столиці безсумнівну перемогу здобув чинний мер міста. За підрахунками 100% протоколів Віталій Кличко впевнено здобув першість. За нього проголосували майже 67% киян, що прийшли на виборчі дільниці. Катерина Бенько, Дмитро Гришко, Соціальна країна. Ну що ж, дорогі киевляні, тепер у вас є мэр. Тепер ви можете, я не знаю, з чувством исполненого долу, жити в следующі 5 років. Ну, практично, практично є вже мэр. Значить, ми говоримо з Николаєм Доведюком о результатах цих виборів. Ну, не таких виборів, не, скорее, не виборів, а самого избирательного процесу. Це 2-й тур виборів мэра. 29 місців в різних регіонах України. Скажіть мені, будь ласка, які представники блога Петра Порошенка стали говорити о тому, що, ну, знаєте, поскільки люди не прийшли в такому большому количестві на 2-й тур, то, наверное, може быть, опять надо змінити законодательство, да, і пусть вибирають в один тур мэров городів. Як ви считаєте? Я считаю, що ніякої політики, які дуже довго при власти, мэрами, депутатами, міністрами, у них одна проблема. Плухі і глупі люди. Плухой електорат, он не понимає вот этих высоких законів, які вони пишуть, он не хоче ходити к ним на выборы, он не хоче повышати їм явку. То есть глупе население – це проблема всіх депутатів, які там в нескільки сроків, або в нескільки каденцій мэрства. То есть, вони этого не поняли. «Почему ж люди за мене не прослали? Такой умний, красивий, да, там, столько ж украл, а вони не понимають, що че ж за мене голосувати не треба?» То есть, вот це проблема вот этих кандидатів. Вот, первое. Второе – по закону. Моє мнение, вони його приймали для того, щоб оставити смешанну систему на парламентських. Вони приймали його для містних, сказали, що відкриті списки не працюють, навіть в такому форматі, хоча население требовало тотальних, і експерти, особливо, відкритих список. Тому що те, що зараз – це не відкриті списки. Ну, а в кінці вийде Тахендовський, скажуть, відкриті списки не працювали, остаємося при нашій системі, вона нас заложена в культурний код, так ми якби к ней прижилися. Мажоритарно. Смешанно. Тобто, і мажоритарно, і партнів, вони змогуть провести і за денежку кого-то по списку, і реальних політиків через мажоритарные округи, і це будуть всі доволі. Тобто, вони дискредитували цей закон, і скажуть, що на парламентський ми оставимо старий, так як ми вже к нему привыкли, давайте роботи. Хорошо, ваша оцінка. Нужно вибирати мэра в больших городах в два тура, або не треба? Мені каже, що краще їх вибирати зразу. Я не бачу такий там вже тотальний дар. Я бачу даже більше. Я бачу зговор на уровні центральних властей, які почали торгувати місцями. Ну, ви заберіть цей місця, а ми возьмем цей місця. Ми вам віддадим цей місця, але віддайте цей місця. Тобто, началось. Партия підтримувала партию, хоча в одному місця підтримувала, а в іншому місця конкуренція. І це вряд ли могло б бути, якби вибори були в один тур, да, напрямі? Да, тому що була б гонка. Каждий думав би, що виграє. Там би була конкуренція. А так, получается, що население увели от конкуренції. Тобто, ви не решаєте. Плюс вони зробили дуже технологично. Нікакої реклами, нікаких объявлень. Помніте перший тур, да? Все в бордах, все в листовках, агитатори, телевізор, радио, де не включи. Второй тур – тишина. Просто гробовая тишина. Они даже, ну вот, придите, выключите кто-то світ. Все. То есть люди уже там были не нужны. Вот явка в 5% им была бы достаточна. И они в шоке были, что там пришло 30%. Потому что они уже вот все без людей хотели решить. То есть там было… Плюс было много скупок. Были реальные элементы каруселей. Вот эти QR-коды, люди, фотографирующие бюллетени в кабинках, люди, стоящие якобы exit-полы, делающие и заполняющие списки, кто за кого проголосал. Ну это факты каруселей. Почему? Нет ни одного дела. Но сутки прошли, даже в информационном пространстве, что кого-то взяли. Почему нет? Потому что договорняк был на национальном уровне. Они договорились, кто забирает какие города. Они разделили территорию вот за счет этих вторых туров. Поэтому мой ответ, что вторые туры не нужны. Это будут договорняки. Я понял. Когда вы говорите «они» – это правительство, это депутаты. Это представители больших партий, которых кандидаты прошли во второй тур. Они вот между собой решили посмотреть, кто, где, у кого, что и сколько. Если там были большие разрывы, то они закрыли глаза на то, что там была скупка. Что они технически подтягивали эти голоса. Вот это было, но никто об этом не хотел говорить. Мы словили QR-код. Ну, окей, но QR-код сам по себе не есть нарушение. Но давайте копнем чуть-чуть на полсантиметра глубже. А это что? Признак чего? Зачем им эти QR-коды? Они что, какие-то в Тетрис играют, в компьютерные игры или квест какой-то? Ну, тоже вариант, в принципе, прийти на избирательную часто и поиграют в компьютерные игры. С точки зрения наших соловиков, этот вариант больше шансов наберет в расследовании этого дела. Абсолютно. Банда действовала по сговору. Да, приходили и подонки играли в QR-коды. Да, в QR-коды играли на избирательных участках. Понятно, что это были карусели. Но никто на это открыто, адекватно не реагировал. Все закрыли глаза, потому что по других городах они тоже были втянуты. И все участники между собой играли в эту игру. Спасибо, Николай Давидович. Знаете, мы сегодня с Николаем говорили о двух, вроде бы, казалось, таких, знаете, очень далеких друг о друга вещах. Это саммит G20 большой двадцатки, на которой решаются судьбы мира, нам так кажется. И о местных выборах в Украине, на которых, на самом деле, тоже решаются, ну, по крайней мере, судьбы мира, но судьбы украинцев. Потому что для многих у нас там что греха таит? 95% людей вообще никогда не выезжало за границу. А 70% людей даже не покидало никогда территорию своей области. А очень многие привыкли к тому, что их городом или их районом правят, а точнее говоря, там, грабят или просто-напросто, ну, присвоил этот себе город или район один и тот же самый человек. Человек может родиться, пойти в школу, да, жениться, а этот человек все время остается. Да, при одном, знаете, каком-то местном царьке. Поэтому вчера был такой как раз день, когда вот вы могли пойти изменить власть в своем городе. Оставайтесь с нами на канале Черноморская телерадиокомпания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова